Сельские школьники в Алматинской области, чтобы получить знания, вынуждены тесниться. В старом учебном заведении поселка Куктерек на всех не хватает мест. Дети ютятся в маленьких кабинетах. На уроках учащиеся стараются лишний раз не вставать. К доске их тоже не вызывают. Занятия проходят в три смены. Родители говорят, в таких условиях получить хорошие знания невозможно. С этим согласны и педагоги. Они уже несколько лет не могут добиться новой школы. Денис Брагин побывал в здании и оценил масштаб проблемы. Возле школы Куктерека сегодня незапланированное родительское собрание. Сельчане пришли жаловаться на жуткие условия, в которых получают знания их дети. В учебном заведении на всех не хватает мест. Уроки проходят в три смены в тесных кабинетах. Переодеваться школьникам приходится либо в классах, либо в туалете. Кабинетов вообще не хватает. Кабинеты маленькие. Дети учатся вообще в какой-то, я не знаю, коробке из-под холодильника. У них спортзал уже в ужасном вообще виде. Плюс еще при всем при этом нет ни раздевалок, нет ни библиотек, ничего абсолютно. Дети сидят друг к дружке спиной. Сейчас тем более еще карантин. Дети болеют часто, вот эти бактерии. Жалобы уже были неоднократные, как ему области. И в оконцовке ничего не делается. Учебных кабинетов в школе всего 11. Учительской нет. Ее тоже отдали под класс. Сейчас педагоги заполняют журналы и проводят совещания прямо в коридорах. У нас даже никаких кружков мы не можем сделать, потому что у нас дети нигде не участвуют. У нас нет места. Даже вот эти какие-то школьные мероприятия, у нас опять же нет места. У нас, можно сказать, дети в этой школе не развиваются. Они тупо пришли, отсидели, вот эти 3-4 часа ушли. Почему наши учителя должны тесниться? Почему наши дети должны мучиться? Недовольные педагоги, они уверяют, в таких условиях дать детям знания практически невозможно. В самом маленьком кабинете, который родители называют коморкой, учатся 13 детей. Они сидят либо спинами друг к другу, либо вплотную к стенам. К доске никого не вызывают, потому что вставать с места проблематично. В классах побольше занимаются в среднем по 20 учеников. Им там тоже не очень комфортно. У нас нет актового зала. Все мероприятия мы проводим в спортзале и в кабинете. И в данное время у нас один кабинет, который маленький, который первый класс и на второй класс сидят. Остальные кабинеты стандартные. Построили школу еще в 68-м. С тех пор, как уверяют педагоги, капитальный ремонт в ней делали лишь раз, 8 лет назад. Сейчас в здании снова осыпается штукатурка и крошится кафель. Эта школа в поселке Коктерек единственная. Помимо местных сюда приводят детей еще жители ближайших дачных массивов. Получают знания здесь больше 400 учащихся. Хотя рассчитано учебное заведение только на 150 человек. В отделе образования поясняют. Мест не хватает, потому что с каждым годом растет количество учеников. В Акимате приняли заявку на новую школу и сейчас ищут участок для нее. Более просторное учебное заведение обещают построить в ближайшие годы. Нами была подана заявка в управление образованием Алматинской области для строительства новой школы на 600 ученических местах в селе Коктерек. На сегодняшний день рассматривается вопрос выделения денежных средств на разработку проектной смертной документации. Вообще планируется строительство школы до 2024 года. Пока педагогам, детям и родителям ничего не остается, как ждать, надеяться и верить, что в новом году их общая мечта начнет сбываться. Денис Брагин, Мурат Шеносилов, КТК, Алматинская область.